Итак, самое доброе утро. Сегодня у нас 19 октября, 2020 год. Поехали домой. Еду в сторону Сан-Антонио. Там тучи, по всей видимости. И, может быть, мне повезет, и дождик помоет мою машину. Итак, разгоняемся. Вся дорога моя. 100 миль в час. 160 км в час. Слетаем. У-ху! Спала как владенец. Просто как владенец. Проснулась аж в половине девятого. Дело в том, что у меня время уже почти орландовское. Между временем здесь и Орландо один час разницы. В Калифорнии было три часа разницы. Поэтому я проснулась по калифорнийскому времени в 6.30. Вау, какая красота. Какие тучи. Вот это да. Вот это я понимаю. Скорость вообще не ощущается. 160 км в час. Я вчера даже ехала 180. Я даже не заметила, как я сильно нажимала и до конца нажала. У меня было 110 миль в час. Здесь ограничение скорости 80 миль в час. Это единственный штат, как я уже говорила, в котором есть такое разрешение двигаться со скоростью 80 миль в час. Так, очки можно снимать, потому что тучки уже закрыли солнце. Боже, какая красота. Хочу домой. Хочу домой. Хочу пельменей. Приеду, налеплю. Вау, как здорово. Как здорово возвращаться домой. Какая красота. Едешь, 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 едешь. И ничего. Сплошная пустыня. Даже гор не видно. Если они там вообще есть. Дорога сказочная. Расправляй крылья, а не иди. Что, собственно, я и сделала. Расправила крылья, а не иди. Единственное, что... Тут стоит опять предупреждение, что дорогу могут перебегать оленя. Это, конечно, не есть хорошо. Но я надеюсь, что... Боженька не допустит олененка на мою дорогу. Сейчас я проеду Сан-Антонио, потом Хьюстон. И, может быть, я даже сегодня доеду до Луизиана. Может быть. До Луизианы мне ехать 8 часов. Вот штат Техас, достаточно длинный штат. Вот Сан-Антонио. Это Сан-Анджело. Сан-Энджело. Святой Ангел. Вот теперь видны горы. И небо впервые затянуто тучами за такое мое долгое путешествие. Впервые. Удивительно. Ни капельки дождя. 170 км в час. Вообще не ощущается. Ого-го. 180. Не, не, не. Надо потешить. Нормально. Итак, попила кофеечка. Умнула сигаретку. И с новыми силами в путь. Я вчера проехала 550 миль. Это будем говорить 550 пополам. Это 750, 800. Где-то 850, 900 км я вчера проехал. 900, нет 800. Сегодня надеюсь проехать больше. Потому что очень хочу домой. Тут в Техасе смотреть особенно нечего. Можно было сегодня поехать на Барханы. Но я почему-то решила все-таки держать путь домой. Оставлю на потом. Оставлю на будущее. Вон какая красотень. Пикник Эрия. Но у нее туда не надо. Пикник Эрия имеется в виду, что просто для пикника. Там туалетов нет. Удивительно. Но может быть и есть. Нет. Как же не поставить туалет? Как же так? Сколько машин будет здесь? Какая фельдистая. Треугольная сопка. Там, я не касстору, что не наезжай на мою линию. Там 170 км в час. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Сейчас откроется, скорее всего, какой-то удивительный вид с этого холма. Вот как выпиливали скалы всем, чтобы проложить дорогу. Вау. Какая красота. Тихо, не наезжай на мою сторону с вами колесами. Реш, ну... А тут уже пошла зелень, слава богу. Уже ландшафт поменялся. Не то, что вышина, а вся Аризона и вся Калифорния. Тут уже зелененькие кустики. Ого-го, у меня 180 км в час. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Конечно, можно было бы 200 ехать, я бы ехала 200. Дорога прямая, никого нет, ничто не мешает, никто не мешает. Понимаете, ветряки стоят. На горище. Они опять почему-то не работают. Они не крутятся. Скошное удовольствие. Никого. Дорога пустая. Вся моя. Монкензи-рук. Вот где можно прочувствовать скорость на дорогах Техаса. Уже какое-то удовольствие сидеть за рулем. И обозревать слева и направо поворачиваешь воду. И там красоте, и тут красота. А впереди вообще чудо. Такое скурое небо. И возвышенности. Опять на дорогу перебегаю до Лени. А ты даже посмотришь, что же я так... Не дави так сильно на газ, нога. Она сама давит на газ. Не надо. Давай будем ехать с Туми. А нам нет. Даже мать, что мне ехала 110. Она опять треугольная Сопка. Но уже как красиво. Вот она какая красавица впереди. С головой наверху. Просто чья-то голова. И лучший-то домик на колесах. Сзади машинка. Домик ставится в специальное место. Подключается к воде, к электричеству. А на машинке можно разъезжать. А на домике можно жить. Вау, какая красота. Какая мощь. Даже надо так ветер обдувал, обдувал и голову оставил. Как будто бы египетская пирамида. Честное слово. Чем не она? Чем не пирамида? Что же нас ждет? Впереди опять пошла... Опять пошли горы. Ну, это, наверное, уже последние горы на моем пути на Флориду. Тут уже их все меньше и меньше. И начнется степь на степь кругом. Так, машинка, ты бы ушла в правую сторону? Куколка моя. Ты видишь, какая тетенька едет? Шумахер. Мейкерсфилд. Но он тоже хорошо молодец. Вот как он меня слышит. Как он меня понимает издалека. Раз, и ушел в сторону. Глубный тянут. Я еще домой не приехала, а уже скучаю за путешествиями. Сейчас приеду, буду снова ныть. Хочу поехать куда-нибудь. Но зима есть зима. Зима на Эмофлориде зима. Ночью бывают даже заморозки иногда. Поэтому сейчас приеду домой. Накайфуюсь дома. И буду брать машину и ездить где-то по недельке. Может, по две недельки. По всей Флориде поеду на Ки-Вест. Я там была всего лишь один раз. Буду плавать в океане. И кайфовать от жизни. Благо, у меня уже такой опыт. Я могу в день проехать до тысячи миль. У меня был такой момент, когда я в день проехала почти тысячу миль. И вчера проехала, как я уже говорила, пятьсот пятьдесят миль. Ну, по таким дорогам. Слышное удовольствие. Опять у меня сто семьдесят пять миль в час. Душу. И нога. Перестань давить на газ. Какое красивое небо. Это десятая трасса. Если я не говорила. Она идет по самому югу. И доведет меня до самой Флориды. И все. Дальше у меня начинается ровнина. Не знаю, сколько я сейчас на какой высоте над уровнем моря. Остановиться бы посмотреть. Вон там, где была в парке с кактусами, я была на высоте пять тысяч шестьсот футов. Это будет говорить почти. Почти шесть тысяч. Это почти две тысячи метров. Крест-эре. Техас. Поехали, ребята. Помыла ручки. Красивенькая такая техасская аэрия. Вся в телегах. Или в колесах от телег. Холодно. Прям холодно. Реально. Ветерочек поддувает. Ух. Конечно, 65 по Фаренгейту. 18 градусов тепла. Еще ветерочек такой. Поэтому и прохладненько. Поехали. Поехала. Бензин стоит доллар пятьдесят пять. Там доллар семьдесят четыре. Я уже практически на месте. Идут сразу есть и пайлот, и тут же сразу и лав, и все вместе. Вот солнышко закрыто тучами двигающимися. Как красиво. Итак, сколько же время сейчас, интересно? Странное дело. Я что-то запуталась совсем на времени. Бензин доллар пятьдесят пять. Смешно сказать. После калифорнийского три десять, три пятьдесят, четыре шестьдесят. Все что ли? Боже мой, какая красотень. Какое небо. Я надеюсь, сегодня будет дождь. Очень надеюсь. Итак, завтра я буду в Пенсаколе. Я завтра уже буду во Флориде. Там заночую. И послезавтра я уже буду дома. Боже, как красиво. Это надо такое. Какие обалденные тучи. И такой шикарный закат. Ем мороженку. Тут же на тракстопе Макдональдс. О, как я люблю это мороженое. Обожаю.